Авторы нынешнего возвращения этой памятной даты отмечали, что россияне, имеющие почетное звание героев, достойны собственного праздника. Ведь они многое сделали для своей страны, рискуя жизнью и думая при этом не о собственном благе, а о благе своего народа. Рязанские участники круглого стола накануне Дня Героев Отечества также согласны с идеей возрождения патриотического праздника, направленного на воспитание молодежи. Ведь не секрет, что современные люди, мягко говоря, сейчас не сильно интересуются своей собственной историей. И эта памятная дата, которая объединяет в себе славные воинские подвиги российской армии, отличный повод для сохранения в обществе памяти о героях и патриотах Отечества. На мой взгляд, День Героев Отечества – это абсолютно правильное решение его учреждения. И то, что сегодня этот день отмечается по-настоящему, и когда в Рязани, в Рязанской области на День Героев собралось совсем не так давно это проходило мероприятие, такое большое количество героев нашей страны, нашего Отечества, то многие на самом деле задумались о том, как нужно служить нашему государству, нашему Отечеству. А, в общем-то, был получен ответ на вопрос, что служить нужно по-настоящему. Сегодня, в день, когда уже отмечается Шестная Ардовщина, учреждение этого праздника, у нас не было того, как президент Владимир Владимирович Путин объявил этот день как День Героев Отечества, основание для того, чтобы воспитывать и молодежь, ну и, во-первых, участвовать в Героев, и людей, которые достойны, народенными этими нарадами, мы и участвовали патриотическое воспитание, молодежное и вообще все равно население нашей страны.